здравствуйте дорогие друзья кто может быть подошел только кто перешел с вебинара пожалуйста ответьте на опросник тоже для нас интересный важный то есть статистику считали вообще на самом деле сколько людей переходит с вводного вебинара на расширенный и это примерно 98 процентов то есть ну даже тролли наверное переходят потому что троллям все равно нужно дальше продолжать троллить и изучать наш проект чтобы задавать более каверзные вопросы на которые мы все равно в любом случае ответим ну друзья это расширенная часть техника экономического вебинара здесь мы ознакомимся уже более глубоко с технологией skyway похватываем те новости которые прошли и в первую очередь я хотел бы остановиться на тех концепциях которые родились у меня у сергея анатольевича во время новогодних праздников то есть время абстрагироваться было так скажем время подумать было и как раз таки в нужных странах мы находились сергей анатольевич в европе в словаке я в азии шри-ланка страна обязательно будет смонтирован мой видео отзыв потому что я там проехался на всех видах транспорта и действительно вот для азии skyway просто будет номер один это очень нужная технология для азии то когда едешь в тех поездах когда едешь на тех тук-туках мото такси когда перемещаешься на их сумасшедших просто автобусах это говорит о том что дать действительно неспроста видимо судьба и все что делается сейчас по развитию проект skyway связала нас с министром транспорта индии анатолий эдуардович с виктором бабуриным провели блистательные переговоры и что примечательно сегодня общался с одним из сетевиков я думаю что он обязательно присоединится попозже и когда ему сказал что встречали дома анатолий эдуардовича и виктора бабурина в виде делегации то есть не официальный прием от дома именно вот министр транспорта индии он сказал так дома же не встречают это неофициально и он не понял той ценности что не все технологии готовы как домой принять так радушно так действительно гостеприимно чего не скажешь а hyperloop то есть там в основном такие официальные договоренности и многие боятся hyperloop именно ввиду того что многие страны находятся еще в долгу у сша и в конце вебинара я вот так традиционно и на конференциях буду говорить про пример одной страны на которая с помощью народного финансирования показала результат что действительно можно развитие и любую технологию и даже закрыть кредиты многомиллиардные сотни миллиардов от соответственно другой страны после после экономического кризиса этот пример и обязательно приведу но а что привело в раздумья так скажем очень серьезно нас всех и манатолий эдуардович высказал такую концепцию что из ста процентов выработки энергии которая будет происходить с помощью расположения на на путевой структуре на опорах и так далее в общем в нашей инфраструктуре skyway ветротурбин ветрогенератор говорит о том что 80 процентов мы сможем энергию расходовать на другие нужды то есть отапливание домов линейных городов даже передача продажи этой энергии накопление этой энергии для нигерии это будет очень очень серьезным аспектом потому что в нигерии недавно вот я узнал что даже сегодня даже сейчас и благо там очень такой серьезный и интересный президент сейчас он как раз поддерживает инфраструктуру нам нужно на него выходить обязательно и я не сомневаюсь что выйдем там даже крупнейшие отельные сети крупнейшие банки держат про запасы 2-3 генератора знаете почему они держат 2-3 генератора для того чтобы при перебоях электроэнергии продолжала работать их связь их сервис и так далее и это огромная проблема нигерии как только мы им предложим решение что это не просто строительство дорог это не просто строительство транспортной инфраструктуры это строительство и энергетической инфраструктуры и более того вы будете вырабатывать энергию вы будете вырабатывать энергию с помощью энергии ветра с помощью энергии солнца как вы думаете что на это скажут власти нигерии то есть вообще выработка энергии повышает и мы сейчас не не закладываем эту окупаемость в те проекты которые считает и собственно будет окупаемость еще выше именно вот альтернативные источники энергии так вот представьте это вот в ходе общения с представителями компаний со сколкова подходили к нам с разработками ветровых турбин ветровых генераторов они не такие большие в размерах то есть примерно 40 на 60 сантиметров и основные затраты они идут на безопасность на обеспечение безопасности чтобы никто не украл эту установку и на опоры то есть на монтаж на какой-либо высоте так вот у нас уже в принципе 80 процентов от этой стоимости учтено и безопасность он у нас есть и опоры соответственно если монтировать теоретически эти ветровые установки на каждой опоре то действительно то что продекларировал на выставке в москве и я рекомендую всем найти в перископе посмотреть потому что я лично дойдут руки я смотрел и как бы не записывал а сейчас я буду пересматривать когда будет свободное время и записывать буквально конспектировать то что говорит анатолий дуардач потому что это действительно стоит дорогого при общении с чиновниками при проведении переговоров так вот из ста процентов энергии которая будет вырабатываться и какой транспорт на сегодняшний день вообще вырабатывает энергию всего лишь 20 процентов будет расходоваться на путевую структуру на инфраструктуру skyway остальные 80 процентов это будут решать те управляющие компании те заказчики которые будут пользоваться именно вот этими но ухау и соответственно окупаемость проекта как я и говорил будет в разы повышена ну и тут собственно я вот буквально на днях додумал когда в словакии ехал в аэропорта с ребятами что вообще многие задают сейчас вопросы в германии я общался с женщин нужно кстати вернуться к общению с ней по транспортно-логистической сфере то есть она высчитывает маршруты и делает окупаемость этих маршрутов этих транспортно-логистических перевозок с помощью именно расчетов затрат на логистику так вот мы можем сказать что это такая вот декларация 2017 года что первое мы будем вырабатывать энергию мы будем пользоваться той энергией которую использовал человечество тысячи лет назад это энергия ветра и энергия солнца сейчас технология skyway будет использовать и если электромобили начали использовать илон маска придумал и начал производить вот эти вот крыши солнечными батареями аккумулятор именно вот локального отопления и передачи энергии установках power wool для домохозяйства по американцев была презентована и это позволило нам говорить что да действительно мы даже с помощью юни байков то есть 1 миллион юни байков сможет выработать столько электроэнергии сколько вырабатывает на сегодняшний день 12 атомных электростанций то есть это фактически больше чем современная атомная электроэнергетика всего лишь 1 миллион юни байков если кому-то кажется что это что это много в в российской федерации обычных мотоциклов более полумиллиарда более полумиллиарда дорогие друзья это серьезные показатели и количество обычных легковых автомобилей это 100 миллионов и о мотоциклах мото байках мото такси тук-туках мы чуть чуть попозже вернемся так вот соответственно вот эта цифра она не кажется какой-то страшной какой-то нереальной когда представляешь объем тех легких транспортных средств которые на сегодняшний день имеем ну и если говорить соответственно про миллиарды смартфонов устройств если мы уже ассоциируем юни байк как mobile personal space то вот эта цифра также абсолютно не кажется какой-то нереальный ну и вот в добавок к этой концепции выработки с помощью мускульной энергии мы будем использовать энергию ветра и энергию солнца и это будет способствовать всего лишь 20 процентов 20 процентов вырабатываемой энергии будет идти на затраты инфраструктуры skyway и вообще такое понятие как транспортная логистика она уйдет в небытие то есть никто не будет считать после широкого распространения skyway технологии skyway по планете какие транспортно-логистические затраты идут на тот или иной проект потому что проекты будут более окупаемые те проекты которые сегодня окупаемые они станут гипер окупаемые и если будут спрашивать вообще вот давай посчитаем логистику давай посчитаем насколько стоимость перевозки товаров изменится не будет такого понятия и она уйдет в небытие приведу вам пример с традиционной медициной такая вот мысль тоже родилась в Азии в Индии в Шри-Ланке в Малайзии и так далее очень мощная традиционная медицина и в чем на сегодняшний день преимущество корпораций фармацевтических мировых в том что они распределяют все именно лекарства и так далее традиционная медицина намного более мощная не имеет возможности создавать фабрики потому что просто логистические затраты перевозки если вы из той же Индии или Шри-Ланке повезете в Москву во-первых там наценку уже сделают процентов на 100 а еще 100 процентов на стоимость товара будет наценкой именно за транспортные услуги такого понятия как наценка за транспортные услуги при появлении технологии SkyWay оно просто уйдет в никуда это расправит крылья и даст тем компаниям тем корпорациям которые на сегодняшний день могут давать обществу и миру продукты которые не худшего качества но на сегодняшний день не создана распределительная система еще одна из деклараций то что SkyWay это не просто единая транспортная энергетическая коммуникационная информационная система но и это глобальная распределительная система на сегодняшний день мировая транспортная инфраструктура дорогие друзья не является глобальной распределительной системой с учетом того что огромные затраты и огромная ограниченность в перемещении товаров грузов на самолетах это самые высокие скорости и вообще-то вне какой-либо логики перемещения допустим железной руды угля хотя да были такие примеры Бокчарское железорудное месторождение когда-то перевозили на самолетах то есть на огромное количество добытого сырья количество сырья на переработку было неизмеримо мало с помощью дирижаблей планировали перевозить так вот дорогие друзья в таких странах как Конго в таких странах как многие страны третьего мира где огромные запасы золота бриллиантов и так далее путевая структура SkyWay сможет также обеспечивать транспортировку и этих ресурсов и как когда-то допустим не зная того арабских эмиратах люди ездили на ишаках на верблюдах сейчас ездят на ламборджини потому что ресурсы стали нужными и самое главное стало возможным транспортировать эти ресурсы с помощью создания нефти газопроводов ну что касается арабских стран это нефтепроводы для России это в том числе газопроводы но Россия к сожалению упустила ту возможность которая была ей дана с начала развития вот этого нефтяного рынка когда стоимость за баррель нефти была еще 100 долларов даже 110 долларов сейчас она благо 55 долларов но как только она начнет опускаться ниже то и курс рубля начнет слабеть по отношению к доллару и что очень примечательно дорогие друзья сейчас в давосе вот предстоящем всемирном экономическом форуме говорят уже не кто такой к сожалению действительно дорогие друзья к сожалению кто такой мистер Путин но говорят о том как использовать вообще потенциал России в виде экономического кризиса что можно строить соответственно дешевые производства использовать дешевую рабочую силу а раньше дорогие друзья это было соответственно в Китае то есть Китай был такой страной и Тайвань тоже совершив рывок и совершив именно рывок в развитии в годовом росте то есть с 3% в год они выросли до 10% в год и я могу сказать что на сегодняшний день дорогие друзья намного проще будет совершить тот рывок который необходимо совершить Китаю то есть это уже ну к примеру даже Россия 12 тысяч долларов примерно на человека это именно в усредненном расчете и есть такие страны как Филиппины там далеко не 12 тысяч долларов и неспроста вот такие страны заинтересовываются технологией Skyway потому что 2017 год это не только год будет сложный для России это не только приближающийся я не люблю эту тему глобальный мировой экономический кризис но это перетрубация перетрансформация всей мировой экономики и те страны которые сейчас находятся в аутсайдерах в развивающихся и даже пограничных рынках они вырвутся вперед и одна из таких стран мы увидели как ухватились буквально вот за эту действительно такую руку помощи Индии в развитии инфраструктуры и в решении существующих задач решать есть там что если допустим мы рассматривали в Братиславе проект во время вот этой поездки на словацкую конференцию максимум который будет это 100 тысяч пассажиров в сутки то в Индии рассматривается как сказал Анатолий Эдуардович между двумя городами это соответственно до миллиона пассажиров в сутки и такая проблема естественно я обязательно найду время и Сергей Анатольевич мы сформируем слайды потому что это те тезисы которые они первоочередны при общении сейчас на высших уровнях и это интересы и что для Индии будет интересно не только решение транспортных энергетических проблем и задач это решение вообще проблемы демографии и были определенные ограничения в том же Китае что не то что нельзя там двух детей в семье и так далее вообще даже за то что в семье не было детей в определенный момент времени в Китае давали дотации потому что уже невозможно было решать эти демографические проблемы решать проблемы миграции населения и это как раз таки вот те задачи которые ставит на сегодняшний день международный экономический форум в Давосе то есть не только проблема терроризма не только проблема глобального потепления но и миграция и демография дорогие друзья это очень серьезные проблемы и эти проблемы в том числе технология SkyWay способна решить абсолютно и беспрекословно другие транспортные системы тот же Hyperloop решает ли они проблему в комплексе они решают проблему скоростей пока решают потому что у нас есть также концепция гиперскоростей и мы будем реализовывать это при достаточном финансировании и когда на переговорах с представителем палаты арабских стран в Словакии уже очень кстати примечательно что нас проводили до самого аэропорта и будут очень серьезные переговоры с арабскими странами и именно это уже будет второй контакт с конца 2016 года потому что Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин ездили в Арабские Эмираты проводили переговоры с владельцами одной из самых крупнейших и транспортных в том числе корпораций и переговоры как я понимаю увенчались успехом и как в Индии никому на сегодняшний день не даются лавры первенства как были даны Роду Хуку и он имеет такие вот права исключительные на формирование создание адресных проектов в Австралии сейчас в Индии будут действовать три различных группы предпринимателей бизнесменов лоббистов и соответственно это будет их конкуренция что касается нашего проекта для нас это только на пользу в Арабских Эмиратах тоже скорее всего будет несколько групп желает кто-то соединять допустим Египет Саудовскую Аравию и другие проекты пожалуйста реализовывайте при достаточном финансировании что касается технологии что касается технических рисков мы обеспечим полное удовлетворение требования отсутствию технических рисков созданию технологию если это строительство линейных городов то пожалуйста будем строить но сейчас насколько я увидел реакция Анатолия Эдуардовича и абсолютно правильная реакция потому что это можно сравнить 100 акций в тот момент это декларировалось как именно подарок и не акции дорогие друзья это обязательство стоит об этом помнить в будущем это будут акции этот процесс у нас подарочный прошел и допустим то что роду хуку были отданы лавры первенства сейчас так же в виде адресных проектов этого не будет и дискаунт у нас снижается дорогие друзья это венчурная премия за ваш риск вы видите и как счастливы и рады те люди которые зафиксировали 1 к 600 рассрочку более того я могу сказать вот в Европе очень часто задают такой вопрос вот мы зафиксировали условия а что произойдет когда будет произведено закрытие финансирования всей корневой технологии что будет с этими рассрочками ответ такой дорогие друзья и передавайте всем кто будет сейчас сходить на рассрочку и очень такую сладкую вещь помимо рассрочки мы придумали непосредственно вот я и Сергей Анатольевич начали муссировать и мы в ходе мозгового штурма буквально вот высоких татров гостевом домике перед напряженным обсуждением именно вот тех вопросов которые необходимо внедрить и в Европе мы это придумали об этом я чуть попозже скажу и соответственно рассрочка она дорогие друзья она зафиксирована и в течение десяти или там оставшихся шести семи месяцев без какой-либо спешки хватает в мешки вокзалах и так далее вы будете продолжать выплачивать и реферальные вознаграждения будут так же идти и никто никого никуда не гонит вы это зафиксировали эта сумма зарезервирована под нас и это дорогие друзья наверное не позавидует ни одна корпорация этому нововведению я могу сравнить с предпродажами вот сейчас вот начинается такой ажиотаж был прошел ажиотаж айфон 7 плюс или айфон айфон 7 плюс да айфон 8 еще слава богу не доросли samsung galaxy с 8 и я могу сказать что не всем удовлетворят эти корпорации потому что ажиотаж и спрос часто превышает предложение так вот знайте и говорите всем что у них есть шанс зарезервировать место в рассрочке и далее потихоньку выплачиваете в соответствии с тем графиком но в соответствии с тем графиком без каких-либо пауз так вот дорогие друзья внимание барабанная дробь то что было придумано для вас советом правления skyway capital я думаю что многие люди сталкивались с такой задачей когда допустим в аэропорту где-то познакомились с человеком и так далее вы на эмоциях рассказываете ему о проекте skyway вот просто просто поставьте плюсик нет поставьте количество встреч сколько у вас таких встреч было за предыдущие допустим шесть месяцев у меня были сотни таких встреч где-то пятьсот наверное триста встреч было таких за предыдущий год и что я могу сказать о таких контактах и это действительно потеря потеря возможных потенциальных инвестиций мы это проанализировали через два дня как это природа человека он остывает предложению которое было сделано так вот будет введено ранее бронирование на опцион объясняю что это такое все мы любим бронировать допустим рано путешествие чтобы зафиксировать курс доллара чтобы зафиксировать те условия и соответственно путешествие по небольшой стоимости для нас забронированы так вот вы через мобильный телефон буквально по смс сможете человеку сказать что многие отвечают даже когда человек уже горячий такой и заинтересовался развитием проекта skyway говорит у меня нет сейчас средств и мы начинаем говорить что бот там зарегистрируйся потом пообщаемся ну чем это заканчивается заканчивается тем что потом контакт либо теряется либо очень сложно снова устанавливать контакт согласны у нас сейчас будет возможность что человек выберет опцион то есть в ближайшие два дня он сможет при общении с вами он зафиксирует опцион он может даже выбрать опцион на 5 миллионов обязательств на 5 миллионов единиц если он это желает если вы с ним проговорили он действительно сможет выплатить на 5 миллионов единиц обязательств международной корпорацией skyway пакет и он может зарезервировать в ближайшие два дня он совершает первый платеж дорогие друзья и это я могу сказать вот у нас было очень популярно когда в свик еще работали что стань миллионером там и так далее и тому подобное сейчас мы действительно реализовываем концепцию что заплатив 10 100 1 доллар неважно вы можете зарезервировать свой опцион свой опцион и собственно это будет зафиксировано за вами потом если допустим кто-то желает может перейти дополнительно на рассрочку но что это даст это даст удержание того контакта холодного контакта который мы наверное сотни а может быть и тысячи теряем если взять вообще в целом по сети то есть если сейчас у нас рекорды это тысячи регистраций будет 2-3 тысячи только благодаря этому нововведению я искренне надеюсь что всем понятно что такое опцион готовьте контакты составляйте контакты возвращайтесь ко встречам к людям потому что они смогут зарезервировать и те отзывы те действительно события которые у нас происходят они заставляют задуматься человека и крайне задуматься и человек 2 дня будет думать вообще кстати в течение двух дней возможно будет поменять этот опцион то есть если он на 100 тысяч зарезервировал обязатель SkyWay опцион то он может и понизить и повысить то есть поставьте плюсик вообще понравится ли это нововведение и будет ли это эффективно работать при построении массовом массированном действительно построении структуры я вот по своему опыту могу сказать что мне лично это крайне поможет потому что когда человек зарегистрирован с ним уже начинает работать колл-центр SkyWay Capital и огромная работа проделывается то есть это фактически на автомате даст возможность строить нашу структуру еще более мощно ну дорогие друзья перейдем непосредственно к событиям которые прошли у нас в предыдущие дни то есть это международная конференция в Словакии и вот весь механизм будет понятен дорогие друзья обязательно опишем сейчас уже ТЗ отдано программистам все это будет внедрено и описана фишка в том повторяю что вы не потеряете того человека с которым вы едва едва познакомились он сразу будет зарегистрирован и он сразу будет замотивирован разобраться в проекте SkyWay я думаю что это понятно и соответственно вот на конференции SkyWay которая была подготовлена на высшем уровне дорогие друзья пока что Галина нет этот механизм не работает но скоро заработает это как анонс это как анонс дорогие друзья была подготовлена на высшем уровне конференции нашими партнерами и это будет одним из партнеров по обучению Академия GoldenRope Нина Адриан все увидели Адриана в ролике поехали это наш рекордсмен по пребыванию в Unibike то есть 8 часов физических нагрузок это уже так скажем прошлое я могу сказать что дорогие друзья на конференции в Словакии вообще зашкаливает плотность населения мастеров и экспертов то есть это профессионалов нашего дела на квадратный метр это действительно радует эта страна привлекает огромное количество инвестиций является в лидирующей тройке стран которые формируют инвестиции и внимание на конференции по краудинвестингу на конференции для лидеров и так далее присутствовал присутствовал два человека еще третий должен был присутствовать бывший министр транспорта Словакии то есть более 6 лет назад он был министром транспорта но с ним поддерживает связь постоянную фронтишек и что примечательно генеральный секретарь палаты арабских стран которая располагается в Словакии фронтишек оказывается вице-президент этой палаты стран соответственно он приехал конкретно чтобы общаться пообщаться с членами совета правления непосредственно общение было с Сергеем Анатольевичем со мной и с Евгением Кудряшовым и что примечательно и дорогого стоит на неофициальной части он сам пошел купил надел футболку Sky Fitness и сказал отметил что за предыдущие 50 лет у него такой атмосферы и такого рвения развивать тот или иной проект не было и он пообещал что сделает все чтобы арабские страны и не только арабские страны но и Египет и Палестина и многие многие другие Саудовская Аравия не просто узнали о нашем проекте а уже подготовить конкретные адресные проекты так вот он сказал такую фразу что во время визита Франтишика в Афины в Греции на саммите арабских стран более 700 презентаций более 700 проектов различных было представлено и как только дошла речь уже о проекте SkyWay были уже намечены следующие дни что все будет посвящено именно рассмотрению проекта SkyWay там как раз таки были рассмотрены и предварительно утверждены уже на дальнейшие переговоры с Анатолием Эдуардовичем Юницким проекты на не побоюсь этого слова миллиарды долларов то есть я не буду говорить конкретику не имею права только головная компания будет раскрывать конкретику но что конкретно я могу сказать что на конец января готовится делегация с представителями крупнейшей строительной проектной компании на уровне Аурикон и соответственно с тем человеком который отвечает за инвестиции за формирование проектов как минимум из 2-3 людей арабского мира делегация будет уже в конце января это результат проработки декабря это результат что действительно любой может стать каждым и Франтижик не побоялся поехал потратил свои личные средства в районе 5000 евро не ошибаюсь на этот форум и соответственно добился результата сейчас я могу сказать что даже рассмотрение рассматривали мы проект в Братиславе оно идет естественно это нужно делать это нужно рассматривать но по сравнению с пересмотром стратегии возможным арабских стран Саудовской Аравии связки с Египтом Саудовской Аравии это такой мелкий масштаб я вам скажу тот проект который мы рассматривали допустим в высоких татрах и примерно к марту будет представлен бизнес план то есть это перемещение уже юнибайка потому что в высоких татрах вы видите вот эту прекрасную действительно природу и что очень примечательно и для нас привычно когда происходит событие Skyway светит солнце дорогие друзья так вот до конференции был туман было пасмурно поднимались мы в гору там вообще ничего не было видно и вот в момент конференции Skyway в два дня горы действительно показали свое величие и как раз таки в этой великолепной природе сейчас владельцам туристических рекреационных зон первопроходцам будут высокие татры я думаю что будет сформирована управляющая компания которая будет заниматься подобным проектом но я могу сказать вот представьте допустим стоимость ну к примеру полтора километра вот до навалы мы рассматривали это так вот навскидку по сравнению с рассматриваемыми прошлыми проектами 10-12 миллионов долларов может быть чуть больше может быть чуть меньше и соответственно высокая окупаемость потому что там высокий пассажиропоток вот 10-12 миллионов долларов запомнили цифру а таких мест Словакии 300 более 300 таких мест Словакии и как вы думаете будут ли они дублицировать естественно будут потому что каждая туристическая рекреационная зона будет желать также иметь сезон не только зимой но и летом когда не катается уже на сноуборде и на лыжах но будут кататься на наших юнибайках вот этот процесс будет начать дорогие друзья он уже пообсуждался и будет выноситься уже на обсуждение с Анатолием Эдуардовичем Юницким обсуждали проект также в Братиславе по пассажиропотоку я вам сказал что сейчас огромная проблема в росте пассажиропотока сейчас это 30 тысяч что в ближайшие три года прогнозируют увеличение до 100 тысяч и дорогие друзья там Skyway также рассматривается невзирая на то невзирая на то что да будет сложно сертифицировать европейских странах но я верю и я уверен что у нас будет европейских странах свои партнеры и по сертификации и этот период этот этап мы пройдем так же быстро как будет принята технология в Индии почему в Индии будет в первую очередь происходить реализация адресных проектов ну и в арабских странах я думаю также они будут в этой гонке не упускать возможность быть в числе лидеров тем более при достаточном финансировании это простота сертификации это желание решения задач а не преодоление каких-то бюрократических и политических препонов то есть там все будет подготовлено если нужно для конкретного внедрения проекта Skyway ну а если кто-то сомневается дорогие друзья в необходимости в Азии непосредственно проекта Skyway то я подготовил такие слайды и начну свой рассказ уже непосредственно о своем путешествии в Азию когда ты ощущаешь перемещение на тех видах транспорта на которых можно перемещаться понимаешь потребность проекта Skyway в Азии то есть первое на чем я хотел остановиться это тук-туки такое смешное название это мототакси в Индонезии также очень много этих легких средств передвижения мотоциклов очень много в Париже и я посмотрел статистику до 500 миллионов увеличилось количество мотоциклов вообще в России и почему мы не страдаем так сильно допустим как Париж потому что ну посмотрите на территорию России и посмотрите на территорию Франции у нас 8 апреля планируется следующая международная европейская конференция непосредственно в Париже и кстати вот сегодня визит который был как только вернулся в Минск Виктор Бабырин сразу ему раз таки визит это мощнейший лидер который привлёк в прошлый проект 25 миллионов евро 25 миллионов евро вот такие лидеры дорогие друзья приходят к нам в проект и никто его не уговаривал он сам пожелал и высказал свою инициативу приехать на экотехнопарк и я очень рад и счастлив что наш проект присоединяется действительно по своему в положительном смысле этого слова безумные люди потому что этот человек жиром я думаю что мы будем о нём очень скоро говорить как о нашем первом топ-эксперте то есть Франтишик и мистер Сницкий стал топ-экспертом вообще в кратчайший период то есть если мы в декабре говорили что он эксперт и обещал мне стать топ-экспертом уже в январе он выполнил это обещание и все его друзья все компаньоны все работники его сети отелей они также являются инвесторами Skyway вот это я понимаю как бы серьезно дорогие друзья и я думаю Жерома мы также на конференции уже во Франции будем восхваливать как Стефана как человека который скоординировал и начал на работу привлёк таких лидеров как фронтишек Solar от фронтишка вот как раз договоренность с генеральным секретарем палаты арабских стран произошла и многие другие сейчас страны Италия также выстраиваются они также были на конференции в Словакии и действительно дорогие друзья к нам присоединяются очень мощные и лидеры MLM индустрии и предприниматели очень серьезные бизнесмены это радует то что в двух направлениях и на двух фронтах ведется работа так вот вернемся к Азии посмотрите в интернете посмотрите видео мы не будем останавливаться сейчас насколько вообще занята дорога вот этими легкими подвижными составами то есть типа мотоциклы и так далее мотобайки и та территория которая казалось бы осталась бы пригодной для совершения маневров обычными автомобилями сейчас она занята и огромные пробки и все аварии дорогие друзья я общался сотнями людей с которыми общался как холодный контакт и так далее то есть все аварии в Азии в основном происходит из-за вот этих подвижных составов там очень простые и одновременно для нас очень сложные правила то есть это система сигналов то есть один сигнал я еду два сигнала я совершаю маневр поворачиваю и три сигнала я еду пропустите меня все и там огромный трафик как бы казалось хаос движения но все аварии происходят именно из скутеров из-за тук-туков и если мы когда-то декларировали дорогие друзья что мы уберем все фуры с дорог Европы мы уберем все скутеры все тук-туки все вот эти вот легкие транспортные средства которые до четырех тысяч долларов стоят и срок службы у них максимум самый максимум при наивысшем качестве три года и огромное количество аварий мы уберем этот транспорт который мешает на сегодняшний день перемещению со всех стран Азии это такая вот уже четвертая декларация которую я хотел бы сделать именно с водного и на расширенный технико-экономический вебинар и представьте как насколько глубоко и свободно вдохнут города Азии когда будет то что мы видим справа я специально привел такую аналогию и такую действительно яркую аналогию я бы сказал на первом уровне максимум должны перемещаться электромобили и то до поры до времени дорогие друзья то что сейчас огромное количество денег вкладывает google например и вкладывали apple и ушли от этой затратной части сейчас я вам сброшу несколько статей и вы почитаете когда уже закончится вебинар но я могу сказать что корпорации вкладывают на машинное обучение машин которые идеально совершают маневр внимание если мы в 2016 году говорили что робот робоавтомобиль робоэлектромобиль будет выбирать между уехать в кювет либо сбить пассажира он будет выбирать сбить пассажира потому что будет максимальная сохранность именно пассажира в салоне что будет если это будет чей-то ребенок или это будет чей-то родитель допустим даже того водителя который находится за рулем беспилотного автомобиля то сейчас я могу сказать решает совершенно глупую идиотскую я бы сказал задачу каким образом идеально совершающим маневр робомобилю совершить маневр чтобы маневр был похож на маневр человека для чего это делается это делается для того чтобы робомобили смогли сосуществовать в той сфере которая на сегодняшний день создана то есть это огромное количество автомобилей вот мотоциклы и так далее и человека никуда не уберешь с дороги так вот мы декларируем что человек должен перемещаться в виде пассажирских и скоростных средств передвижения на втором уровне на робомобилях пожалуйста перемещайтесь на первом уровне пускай это будет концепция беспилотного перемещения кому-то захочется перемещаться на первом уровне в тех регионах в которые еще тогда skyway не придет но я могу сказать что вот это тупиковые абсолютно бюджетные вливания и просто глупость и нелогичность и неосознавание того тренда что транспортового уровня будет тем уровнем который будет для людей и для перемещения товаров и грузов этого на сегодняшний день как оказалось крупнейшей корпорации не понимает ну и дорогие друзья те объемы перевозок миллион человек в сутки будут реализованы в Индии и те проекты на сотни миллионов долларов на миллиарды долларов которые будут совокупной сумме формироваться в Индии это будет ответ на вопрос откуда будут дивиденды и соответственно когда ожидать первую капитализацию как сказал Анатолий Эдуардович Юницкий что первые проекты дорогие друзья будут созданы уже и десятки контрактов будут подписаны уже в этом году и поверьте нам на слово Сергею Анатольевичем ситуация кардинально поменяется в июне когда будет показана сертифицированная уже технология когда будет показан грузовой транспорт даже без погрузочно разгрузочных модулей когда будет показано то что мы говорили и то что было давно нарисовано в виде визуализации на экотехнопарке то есть вот это разворотное 200-400-200 метров далее уход на разворот и соответственно сначала будет 1-3 метра высота потом высота вот этих высотных анкерных опор все будет продемонстрировано дорогие друзья и да грузовая трасса пока что будет без погрузочно-разгрузочного терминала будет смонтирована путевая структура будет показан подвижной состав но Анатолий Эдуардович Юницкий ведет стратегию и финансирование и создание технологии исходя конкретно из финансирования то есть ввиду текущего финансирования создается максимальный эффект выполняемых работ и примерно 20-30 миллионов долларов стоит погрузочно-разгрузочный терминал его останется только встроить когда на перегонки буквально побегут страны которые мы говорили то есть это Боливия это Вьетнам это и Афганистан то есть какой крупнейший будет бизнес вообще по перевозке воды это не только Байкал это не только Онежское озеро не только продажа чистой питьевой воды по всему миру но это перевозка литиевой воды для выработки лития и соответственно обеспечение потребности мирового рынка на сегодняшний день индустрии электромобилей и у нас также является электромобилем наш юнибайк наш юнибус только второго уровня и огромные запасы лития потребуется этот рынок будет просто на взлете и со владельцами и этих адресных проектов мы с вами дорогие друзья и являемся вот как раз таки Афганистан буквально в декабре эта новость при общении с бизнесменом прошла что в Афганистане запасы лития также огромные и дорогие друзья Афганистан может стать также прорывной экономикой что не описал Ручер Шарма очень хотелось бы конечно с таким уровнем такими людьми пообщаться вживую рассказать о проекте Skyway и мы будем общаться обязательно в 2017 году с еще большим количеством таких людей но он не закладывает транспорт второго уровня в концепцию новых мировых прорывных экономик но Нигерия но Танзания но Конго но естественно в первую очередь Индия и Индия может даже обогнать Китай если на сегодняшний день на всемирном экономическом форуме Давоса ожидают что скажет Китай и Китай это уже не поставщик дешевой рабочей силы это не предоставление дешевых средств производства это мировой гигант это мировая экономика дорогие друзья так вот почему Индия делает это потому что Индия совершила революцию в мобильной и телекоммуникационной сфере примерно 1 миллиард людей имеют доступ к мобильной связи примерно соответственно 30% от этого количества имеют выход в интернет и сейчас они абсолютно правильно делают тем что занимается транспортной и как выяснилось с нововведения ноу-хау Анатолия Эдуардовича и энергетической инфраструктуры это позволит им перейти с пятой шестой экономики на вторую а может быть на третью а может быть и на вторую экономику на сегодняшний день в мире то есть мы живем в период глобальных изменений дорогие друзья и я хотел бы завершить свое выступление действительно идеологии и я буду останавливаться на идеологии каждый вебинар дорогие друзья потому что сейчас мы сформируем фактически автоматизированную работу многие допустим не поняли опцион не удивляйтесь что не поняли Евгений Кудряшов тоже три раза объяснял европейцам на третий раз они только поняли когда вы увидите этот инструмент мы будем проводить тренинги как принимать этот инструмент вы ощутите его необходимость и потребность ну это примерно как иметь возможность забронировать автомобиль по низкой стоимости и уже владеть на некоторую часть автомобилем то есть на сегодняшний день в автомобильных корпорациях это невозможно никуда от вас этот автомобиль не уйдет как и тот опцион того пакета обязательств международной корпорации Skyway которые вы забронируете и вот минутка идеология дорогие друзья также на всемирном экономическом форуме давосе в преддверии его были высказаны основные мировые экономические и вообще геополитические риски то есть если мы говорили ранее о таких рисках как допустим проблема терроризма проблема глобального потепления проблема естественно транспорта почитайте статью которую я бросил то сейчас проблемы указываются те что огромная разница в доходах населения земного шара и огромная проблема в старении населения и в миграции со старением населения я думаю что всем понятно юнибайк направление sky фитнес позволит нам всегда быть в форме если на сегодняшний день рекордсмерными по продолжительности жизни являются японцы то многие страны смогут перемещаясь и совершая кардионагрузку вырабатывая энергию повышать продолжительность жизни эту задачу мы решим энергетическую проблему когда многие футурологи на сегодняшний день прогнозируют что 2030 году к сожалению не останется доступной электроэнергии будет энергетический коллапс мы говорим что нет его не будет дорогие друзья это декларация которая будет подкреплена реальной технологии и реальной демонстрации и если допустим сейчас существуют риски что будет увеличиваться эта пропасть между теми богатейшими слоями населения богатыми и беднейшими слоями населения и собственно некоторые бизнесы составляют некоторые корпорации мировую экономику беднейших стран и как я говорил годовой доход даже меньше тысячи долларов некоторых стран то есть эфиопия также вот на следующих вебинарах я вам приведу пример тех регионов где 100 километров приходится преодолевать за 500 часов то есть это реалии это факт дать как прометей дал огонь им технологию и они начнут полет свой вверх и это будет увеличивать потенциал мировой экономики и это также уберет те риски которые являются сейчас технологическими допустим при перемещении Сапсана Москва Санкт-Петербург что он просто может застрять в русскую зиму и это уберет экономические риски которые сейчас были оповещены и как раз сокращать максимальную разницу в доходах населения будет краудинвестинг и 2017 год это будет развитие не только адресных проектов но и такого всемирного шествия краудинвестинга по планете потому что наша технология становится максимально очевидной и я хотел бы закончить примером целой нации целой страны Южная Корея меня этот факт действительно показал многое мы это делаем дорогие друзья в двухтысячных годах Южная Корея была вынуждена после всемирного экономического кризиса взять сотни миллиардов долларов в долг США средства и соответственно были загнаны в угол были загнаны в долговую яму в обязательства перед США и что сделали жители Южной Кореи они с миру по нитке мало по малу кто допустим 10 денежных единиц своей валюты приносил кто продавал часы кто продавал допустим даже дома продавали и это было целое народное движение чтобы покрыть этот долг а потом присоединились мировые корпорации которые на сегодняшний день гремят по всему миру это Samsung и Hyundai и своей капитализации они покрыли весь долг который составлял вот эту затратную часть и эти обязательства перед США Южной Кореи мы дорогие друзья повторим и повторяем этот путь и это уже значение и идеология не только для Южной Кореи это значение для всей планеты и если 5 туликов бравых туликов начали проект и все это развилось до 500 тысяч людей по всему миру то в 2017 году я прогнозирую как минимум удвоение как максимум в 3-5 раз больше развития нашей инвестпроводящей системы естественно в той же прогрессии развития количества инвесторов то есть уже 500-700 тысяч будут инвесторами нашего проекта Skyway и будет чем заняться после закрытия корневой финансирования корневой технологии дорогие друзья мы с вами начали и мы с вами готовим плацдарм для тех корпораций для тех компаний они как когда-то в Южную Корею присоединились для покрытия долга Samsung и Hyundai вот у нас этих Samsung и Hyundai на закрытие финансирования международной компании Skyway именно экотехнопарка у нас таких десятки десятки крупных стратегических инвесторов в 2017 году они уже также присоединятся потому что невозможно стоять на месте на этой минуте идеологии я хотел бы завершить свое выступление слоганом естественно строй Skyway спасай планету строй Skyway все страны которые развиваются и не важно что на сегодняшний день по одному по два участника у нас допустим в Конго более чем 246 странах 249 даже страны 146 и 149 странах по Фрейд наверное говорился мы представлены и фактически чуть более 200 стран в ООН вот эти люди этот заряд эта искра возгорится пламенем развития краудинвестинга адресных проектов по идеологии Skyway и многие люди станут приверженцами адептами не побоюсь словами развития проекта Skyway потому что это пламя этот олимпийский огонь инновации многие будут нести по всему миру строй Skyway спасай планету и дай дорогу в мир транснету благодарю друзьям и у его в в в в в пламя и в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...